Мало кто из нас не любит рыбку, а я обожаю скумбрию. И сегодня я хочу показать вам рецепт, который удивит вас своей простотой и вкусом. Я покажу вам, как из обычной замороженной скумбрии сделать настоящий деликатес. Ну что, приступим? Для этого блюда мне потребуется обычная скумбрия, замороженная. Её надо разморозить в холодильнике и затем начинать разделывать. Отрежу голову и буду разделывать, начиная разрезать по спинке скумбрии, одновременно удаляя спинной хребет и спинной плавник. Аккуратно это делаем, чтобы не повредить брюшко скумбрии. Удаляем все внутренности с помощью салфетки или промываем под холодной проточной водой. Удаляем все лишние косточки, которые у нас образовались. Вот таким образом вытираем насухо салфеткой. Удаляем все остатки влаги. Затем готовим посолочную смесь. Она у нас будет состоять из сахара и соли. По одной чайной ложке на такую вот скумбрию. Посолим нашу рыбку, поперчим и добавим чеснок. Чеснок я выдавила через чеснокодавилку. Или можно вот так натереть на терочке. Чеснока нужно взять 2-3 зубчика. Чесноком вы не испортите. И затем нужно добавить мелкопорезанный свежий или замороженный укроп. А если хотите, можно добавить петрушку, кинзу, все что вы хотите. Сворачиваем скумбрию, то есть придаем ей первоначальный вид и форму. И плотно заворачиваем в пищевую пленку. Очень туго. Кладем скумбрию на сутки в морозилку. За это время скумбрия наша заморозится, промаринуется, подружится с чесноком и зеленью, впитает все эти ароматы и станет очень-очень вкусной. Итак, достаем через сутки нашу скумбрию, убираем пленку и начинаем ее нарезать. Нарезается она очень легко. Можно нарезать тоненькими-тоненькими кусочками, такими слайсами, чтобы она красиво смотрелась на столе. Укладываем красиво в тарелочку и приглашаем в гости соседей или друзей. И поверьте, они сразу не догадаются, что на столе у вас стоит именно скумбрия. Настолько необычный будет ее вкус. Всем приятного!